Здравствуйте! Это мобильные новости на Якутии 24. Меня зовут Нергуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу вам о событиях, которые не остались без внимания пользователей социальных сетей. Сегодня в программе. Международный женский день. Как поздравили женщин первые лица и жители республики. Этнодискотека, перетягивание бурана и оленей гонки. В Янгре отметили день оленевода. Загадки для летчиков. О чем говорят пилоты истребителя и дозаправщика. Прошедшая неделя полностью была посвящена празднованию Международного женского дня. Социальные сети буквально пестрили различными расцветками тюльпанов. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 марта и, отметив их умения всегда и везде, создавать радушную атмосферу. Глава государства также посвятил им отрывок стихотворения поэта Андрея Дементьева. Ролик моментально разлетелся по сети. Я знаю, что все женщины прекрасны и красотой своей, и умом, еще весельем, если в доме праздник, и верностью, когда разлука в нем. Не их наряды или профиль римский. Нас покоряет женская душа и молодость ее, и материнство, и седина, когда пора пришла. Покуда жив, я им молиться буду. Любовь иным восторгом предпочту. Господь явил нам женщину как чудо, доверив миру эту красоту. В своем поздравлении в инстаграме Егор Борисов обратился к мужчинам, от которых очень много зависит в жизни женщины, в том числе и настроение. Он пожелал делать много добра для представительниц прекрасного пола, ведь они для них главная опора и смысл жизни. От нас очень много зависит настроение женщины, матери, поэтому мы должны делать все возможное, не только в эти праздничные дни, вообще по жизни. Много добра для женщин. Они для нас главная опора, они для нас главный смысл жизни, рай, который мы и живем, и делаем, и страну развиваем, и республику развиваем, и свою семью поддерживаем. В социальных сетях 8 марта отличился и министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев. В праздничный день глава ведомства выложил несколько шуточных мемов, на которые просто невозможно не поставить лайк. Сотрудники ГИБДД по Нерингринскому району поздравили автолюбительниц с 8 марта. ГИБДД города Нерингрин поздравляет вас с 8 марта. Желаю, чтобы вы никогда не унашивали правила. Спасибо большое. А целоваться можно? На службе нельзя целоваться. ГИБДД! Инстаграм-паблик Неру Лайф предался ностальгии и публиковал запись 1991 года. На ней жители Нерингре ищут подарки к 8 марта. Честно сказать, с тех пор ничего не изменилось. Прошу прощения, вы случайно не подарок жене своей выбираете? Да нет, это для... Не хочу я сниматься, собственно говоря. Ничего страшного? Да нет, это для нашего коллектива женщин. Вот посмотрите, пожалуйста, здесь уходит брошь, губная помада, свечи. Ну, я считаю, что неплохой подарок. Необычное поздравление из алмазной крошки выложили в экспозиционном зале Центра сортировки алмазов Алроса в городе Мирном. Ну а в селе Балыктах у солданского улуса мужчины поздравили доярок с международным женским днем и вместо них вышли на работу. Мужчины занимались доением, уборкой и даже приняли роды у одной из коровы. Работницам фермы подарили цветы и подарки. Интернет взорвало видео поздравления коллектива Сахаэнерго, которые по оригинальности превзошли всех. Мужчины выстроились в цифру 8 и в слово 8 марта, а также в подмигивающий смайлик. В Нюрнгринской Йенгри отметили День оленевода. В рамках праздничных мероприятий были проведены оленей гонки, игры народов Севера, праздничный концерт творческих коллективов, конкурс национальной одежды, конкурс на лучший упряж и конкурс на перетягивание бурана. Вечером все пошли на этнодискотеку. Президент комедии Вумен Надежда Ангарская завершила свое турне по родной Якутии. В рамках гастролей она посетила такие города, как Якутск, Мирный, Алдан, Нижний Куранах, Ленск, Айхал и родной Нерингри. Артистка очень тепло отозвалась о своей поездке в социальной сети Инстаграм. «Якутия – удивительное место, здесь даже время течет иначе, на 6 часов быстрее. Мы вырастаем, меняемся, меняются наши взгляды, интересы, окружение. Не меняется одно – малая родина. Я счастлива, что родилась именно здесь и что есть возможность приезжать сюда», – сказала она и обещала вернуться. В Алдане продолжает борьбу со снегом. Фотография сугробов под 2 метра высотой повергла в шок пользователей сети. Якутяне продолжают сбор для маломуторуты, которую нашли в Мирном на дороге с отмороженными лапками. Животное до сих пор находится на лечении в Новосибирске. Напомню, собаки провели несколько операций по ампутации лап. На передних лапках швы уже сняли, на задних снимут в конце этой недели. После этого можно будет начать прорабатывать варианты с протезами. Рута чувствует себя хорошо, кушает с аппетитом, ласкается, любит, когда ей чешут животик. При помощи каталки на несколько минут Руту выносили на улицу, где она смогла подышать свежим воздухом и полежать на солнышке. Отмечу, что сбор на лечение Руты продолжается. Две жительницы Якутска просто так устроили потоп в подъезде жилого дома. В сеть попала запись камер видеонаблюдения, на которой девушки открывают два крана на трубе отопления и быстро убегают. Инцидент произошел в ночь на 6 марта в доме 2, дробь 3 на улице Германа Титова в Якутске. Из-за этого жильцы не могли выйти из дома, а также перестал функционировать лифт. Девушек нашли через соцсети, пригрозив обратиться в полицию. Злоумышленцы сразу вышли на связь и пообещали, что возместят причиненный ущерб. Якутянка взорвала интернет. Ведущий и организатор праздничных мероприятий Яна Сазонова устроила праздник для посетителей горнолыжного курорта Гудаури в Грузии. Девушка вместе с подругой в купальниках снялась на фоне снежных гор. От неожиданности отдыхающие лыжники и снобордисты раскрыли рты. В сети опубликовали переговоры пилотов американского истребителя и дозаправщика. Ролик появился на YouTube-канале Объединенных Боевых Сил США. На нем показана дозаправка в воздухе истребителя, а также слышно, о чем разговаривают пилоты. Член экипажа дозаправщика спросил у пилотов истребителя, что может бежать, но не может идти. После нескольких попыток отгадать загадку, летчики сдались. Ответом оказался нос. С английского «ранен нос» переводится как «насморк». В описании к видео сказано, что пилот дозаправщика Джордан Смит известен своей изобретательной и поднимающей боевой дух манеры вести разговоры с летчиками. Он любит шутить с коллегами, загадывать им загадки и спрашивать, по каким домашним блюдам они скучают. Сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» впервые в истории изменила логотип в честь Международного женского дня. Компания перевернула букву «М», чтобы получилось «W» – «вумен». Пользователь Twitter под ником «Бозвонка» публиковал видео, на котором запечатлены соцспециальные плакаты о причинах рака, размещенные рядом с предложением низкой цены на чизбургеры «Макдональдс». Подписчиков юзера поразила невнимательность служб по размещению рекламы. Ролик посмотрели почти полмиллиона раз, а твит получил несколько десятков тысяч лайков. Подписчики спорили, является ли на самом деле фастфуд причиной ожирения, а такое совпадение – антиреклама известной сети кафе. Ирландский боец абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор назвал достойным соперником куриный бургер. Он снялся в рекламе сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», в котором представил новый куриный сэндвич. «Я, наконец, нашел соперника, который может задать жару», – заявил боец, жуя острую новинку на борту бизнес-самолета в компании человека в маске, отдаленно напоминающей самого Макгрегора. Американский писатель Бобби Фингер опубликовал в твиттер-видеозапись церемонии вручения Оскара, где актриса Дженнифер Гарнер резко перестает аплодировать. Поведение звезды стало поводом для шуток в интернете. К осознанию чего пришла Дженнифер Гарнер, спросил у своих подписчиков Фингер, к подписи к ролику. Ролик набрал почти 7 миллионов просмотров, пост-третвитнули десятки тысяч раз. Пользователи начали тиражировать запись, сопровождая ее своими комментариями. Большинство юзеров шутили на тему бывшего мужа актриса Бена Аффлека, известного по роли супергероя Бэтмена. По их мнению, только сейчас Гарнер осознала, что отец ее детей – это Бэтмен. Звезда реалити-шоу «Большой брат» Ребекка Шелтон призналась, что поверила в сообщение о своей смерти. Оно появилось в ее твиттер-аккаунте после взлома неизвестными хакерами. По ее словам, после большого количества полученных пожеланий покоиться с миром, она практически поверила в то, что умерла. Вскоре она лично опровергла эту информацию, сообщив, что ее аккаунт был взломан. Всего за два дня видео с ленивой собакой, которую лыжник тащит за собой на прогулке, поделились почти 100 тысяч пользователей. Симпатичный песик, который катится за хозяином на спине, не может не вызвать улыбку. В фейсбук, где свейн Эрик Мо опубликовал видео со своим питомцем, пост собрал 8,5 тысяч отметок «Нравится», а записью поделились 97 тысяч человек. Пользователи социальной сети активно комментируют поведение ездовой собаки, предпочитающей кататься в свое удовольствие. Кто-то считает, что пес просто демонстрирует отсутствие мотивации. Это были мобильные новости. Новости, которые делаете вы сами. Если вы стали очевидцем интересного события и являетесь автором популярного ролика, присылайте нам свои материалы на телефон горячей линии, номер указан на экране, либо на электронный адрес nvknewssobacomail.ru. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Отмечайте нас по хэштегу Якутия, нижнее подчеркивание, 24. И мобильные новости, нижнее подчеркивание, як, 24. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели.